Мы православные христиане, свидетельствуем о Боге, как жить надо, чтобы когда умрёте, чтобы душа от ават не пошла. Надо же думать об этом. А как ты думаешь, меня родившийся мужчина и церковь примет? Ну вы же про себя знаете, что я. Или меня надо жить? Ну вы знаете, за что совесть вас судит? Что? Кто меня судит? А знаешь такую пословицу? Несудимый да несудимый будет. Так это никто. Сам себя судит человек. Сам себя-то. Себя-то он может судить, он должен судить, чтобы не стать хуже животных. Иди отсюда. Короче, ладно, истинный христианин, давай удачи тебе, здоровья. Извините, что, блин, так получилось за матные слова? Мы же говорим о радостной вести, что Иисус умер за грехи людей, чтобы люди покаялись. Он воскрес. Да. Мы пришли возвестить волю Божию, чтобы люди знали, как жить. Понятно? Конечно, бать. Ну а если вы верите не так, наверное, по-другому? Мы так верим, бать, смотрите, бать. Мы так верим. Церковь перед нами, бать, смотрите. Церковь видна? Ну да. Вот, бать, смотрите. Увидели? Видел. Слава Христу. Библия, Библия. Спасибо, бать, спасибо. Да. Мы свидетельствуем о Боге. Смотрите, бать. О жертве Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи, Христос, и воскрес в третий день. Потому что не верить нельзя, потому это как действительно история страны, человека. Иисус умер за грехи людей и воскрес, чтобы мы жили для праведности. Не советую больше показывать мне ее. Вы только не ругайтесь только. Я просто хочу сказать, что не стоит показывать Библию мне. Ну, а вы видели, что это Библия? Я вижу, что на ней крест. Значит, это Библия. О-о-о-о! А что так? Не знаю, она меня раздражает. Почему? Ну, потому-то не вас раздражает, а дьявола. Ваша-то душа скорбит об этом. Это человек, когда дьявола допускает, а дьявол, он знает, что ему гореть в огне. На самом деле я есть дьявол. Нет, вы человек. Только в образе человека может дьявол являться на время. Нет, 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 нет. Я давно прогнал душу этого человека из нее. А теперь я в ней. А вот сейчас посмотрите, есть в фильме ролик, называется «Интерью с дьяволом». Двенадцать минут сегодня. Дьявол падал. Двенадцать минут. И он говорит, я ненавижу Библию, ненавижу покаяние. Дьявол. Вот так кричит, как вы закричали. Я еще с рождения выглянул эту душу из этого дела. Теперь я здесь живу. Ну, а теперь вы должны знать, что Иисус умер за грехи людей и за ее покаяние. Господь силен простить вас. Вашего Бога не существует. Куда он делся-то? Утром было, а сейчас нет. Куда же он делся-то? Бог живой. Господь отвечает на молитвы. Сотворил прекрасный мир. На самом деле нет во мне никакого дьявола. Я верю в Бога. Ну, по крайней мере, был бы рад, если бы он существовал. Это хорошо, что если признаете. Написано «бесы веруют и трепещут». А люди даже не трепещут. Я на самом деле практикую изгнание бесов из многих людей, причем в свои годы. Я провел уже не один отряд экзорцизма. Мы будем на суде спрошены, как написано в 2-м послании к Коринфянам 5.10. Всем надлежит присудить. За последние 5 лет я провел около 62 обрядов экзорцизма по всей стране. Да как так? Провели столько. Это сразу говорите «я не верю, я демон». Кого вы могли изгонять? Нет, я же пошутил. Это шутка была. Это не шутка. Я просто проявил вас. Это серьезно очень. Разве можно так шутить? Это не серьезно. От дьявола я давно отрекся. Вы знаете, есть фильм такой «Мастер и Маргарита», когда там сидят у патриарших прудов. И Валанд говорит, как, и что, дьявола нету? Они говорят, нету, и Бога нету, нету. Куда же все делось-то? А он сам сатана и есть. Да, я уже много лет боюсь проявлениями сатаны. Надо радоваться в Боге. А с сатаной не бороться, а побеждать его надо. Сокрушать под ноги. Бог дал мне ангела, которые помогают мне. Видите, проявления в стране какие. За время перестройки в Российской Федерации погибло 120 миллионов младенцев в утробе матери. Страна исчезает. Я скажу больше. Она исчезла. Многие люди на этой планете скоро исчезли. Ну, не исчезла, но к этому и идет. Уменьшается количество людей. Вот сейчас перед федеральным собранием президент выступил. А дети, я говорил, демографическая катастрофа. У нас в среднем 1,8 ребенка. А у мусульман 8,1. Ну, послушайте, уменьшение населения по всей стране идет. Да. Вернее, по всему миру. Нет, не по всему миру. По всему миру пересыдут. По всему миру. Вы ведете статистику только в стране, в нашей России. А если посмотрите на другие страны, там еще хуже. Ну, хуже, где в Европе. А сколько прирастает Китай? А как мусульманский мир? 8,1 ребенка на мусульманскую семью. Нет, нет, нет. Вы загляните немного дальше. Сейчас почти все китайцы, мужчины, не могут отзавести потомством. Потому что негде жить, нет работы, нет денег. Они тоже будут потихоньку умирать. Пройдет еще, как минимум, лет 40-50 и станет гораздо меньше. Так что не все так хорошо, как вы думаете. Да нехорошо. Я не говорил этого слова. Я говорю, без Бога жизни-то никакой нет. Отверглись к Христа. Потеряли направление. Бог давно покинул эти земли. Нет, без Бога мы бы даже выдохнуть не могли. Мы и так не можем выдохнуть. Оглянитесь вокруг, по сторонам. Что оглянется-то? Вот мы строим православную деревню с нуля. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну. И для чего вы строите вашу деревню? Человечество должно развиваться в технологическом плане. Оно и развивается. Ни одного матерка за 20 лет. Наша скотина не слышала даже мата. Двери открыты. Все родные. Вы что, в будущем собрались на скотине лететь на другие планеты? Мы не собираемся. Мы живем этим. А если вдруг наша планета начнет погибать? Она не будет. Будет так, как Господь сказал. Явится Господь, говорит, и мертвые воскреснуты. И будет суд Божий. Никуда ничего не денется. Апокалипсис все предсказал людям. Здоровье Бог дает. Самому человеку не достать его. Как вам обращаться? Ну, как вам угодно. Так и обращайтесь. Нет, я не имею никак. Как вам обращаться? Я мусульманин. Я не хочу, чтобы вот такого было. Поименно хочу обращаться. Я Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. Алтайский край. Мне 81-й год. Отлично. Дай Бог вам здоровья. Да. Счастья. Хорошая жизнь ваша. Мы говорим, что если ваша книга, то по ней не разрешается тоже безобразничать. Да, это Коран, да? Да. Вы читали Коран? Я не только считал. Асхамдуллилям, вы мусульмане? Не знаю. Мусульмане, мусульмане должен быть... Я не хочу вам ничего, ничего, ничего не хочу говорить. Просто вы уже знаете, что такое Коран, что такое Библия, что такое. Я ничего не хочу. Просто хочу с вами общаться. Как сказать вам? Вот видите, вы... Ну, просто чисто... Вы можете... От души душой. Да. Желать вам здоровья, счастья, человек к человеку, обращаться к вам, как мой родной дядя, да, батя, там, деда, прадеда. Так. Мне кажется, вы сейчас не способны разговаривать нормально. У вас вид такой, как обкуренный? Нет. Нет. Как нет? Очень даже... Это вам кажется. Я очень много с людьми знаюсь. Уже больше полгода в рулетке. Хорошо. Вы верите в Бога. Для вас не бесполезна будет наша встреча. Мы говорим о спасении во Христе Иисусе. Что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Ага. Вас плохо видно, только доносы так обрезают. Вы посередине сдвиньтесь, сядьте, чтобы можно было разговаривать. И не ругайтесь, чтобы... Все нормально. Плохие слова не говорите. Хорошо. Иначе вам завтра стыдно будет перед людьми. Я правильно. Иисус Христос был распятый и воскрес в третий день. Воскрес в христос. Воскрес Христос, чтобы простить людей, когда они просят прощения. Тогда жить для Бога. Вот мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. А как называется? Называется Потеряевка. Алтайский край. Потеряевка? Да. Это фамилия первых, которые поселенцы были. А в 72-м году деревня исчезла. Через 20 лет мы вернулись. Получили статус. Построили школу. Дома. Поля засеваются. Дети учатся. Храм построили. Это новая деревня, которой равных нету здесь. Никто не знает про такую жизнь. Живут, как одна семья люди. А сколько человек, население, какое в деревне? Что? Сколько людей живут? В деревне сколько людей живут? Ну, ограничения не поставлены. Но последний план был на 750. Храм, тишина полная. Ни одного мата. За 28 лет ни одного матерка в деревне не было слышно. И как заезжаешь, везде надписи. Курить на территории деревни запрещается. А сколько стоит в деревню вашу попасть? Что сделать? Ну, чтобы к вам приехать, как это? Ну, надо заранее по скайпу переговорить. По скайпу. Вы зарядите Игнатий Лапкин. Это я. Один с этой фамилией. Мы говорим, что были молодые с детьми. Сам человек должен построиться. И все выращивать. Скотину. И главное, дети при вас. У нас нет ни одного аборта. Ни одного развода. Если желаете больше узнать, зайдите на наш ютубе. Канал есть. Так это же баклая. Канал называется «Во свете Библии». Да. Вот зарядите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Ну, хорошо. А ты что-то не порываешь? Что-то плохо отбулькает так это у вас там. Спасибо. Спасибо. Спасибо.